И мы возвращаемся к рассмотру первой, одной из первых Best of 3 серий, открывающих квалификации европейского региона. Vega Squadron против Ninja in Pijamas. Прошлая карта показала нам красивую победу от второй команды. Сейчас мы будем смотреть, получится ли у Vega взять матч-реванш или Ninja все-таки дожмут своих противников и уйдут сразу в сетку венеров. Соответственно, за сетку венеров мы будем наблюдать дальше, поэтому одна из этих команд окажется на дальнейшей трансляции здесь. Ждем пока решений по дальнейшим пикам. Keeper of the Light и Brewmaster есть у Vega Squadron. Это, по сути, должна быть готовая линия четверка и тройка для харды. И Ninja in Pijamas показали нам уже Никса и опять ЦК. И вот интересно, что с этим ЦК будет. То есть, по пику он изначально оказался тройкой, но благодаря бесконечным свапам и линиями это существо стояло на миде. В принципе, получилось красиво. То есть, весь свап лайнами оправдался, несмотря на все интересные выходы, которые получились. Ну, сделали так. В итоге видим то, что забанили очень много именно первых позиций. Здесь, мы видим, и тролли решили убрать, и терроры, и лайнсеры. Судя по всему, ребят пытаются исключить и лейт вообще из пика Vega Squadron, возможно. Ну, по крайней мере, метовый лейт. Потому что Vega сама уже избавилась от Джаггера, поэтому ожидать ответного выхода не получится. Также хочется заметить то, что Vega забанила арка, которая прошла игру. Ну, не сказать, что он выиграл эту игру, но решили, что против этого персонажа бороться они не знают как, поэтому от него избавиться. С ЦК, на самом деле, мне кажется, было больше все-таки геморроя у команды Vega Squadron, но они решили его оставить. Тем более, что это был даже дабл пик от Ninja Pijamas. То есть, первый пик был за Vega Squadron, и они могли его с легкостью отнять, если хотели. Но, суть по всему, они не хотели, и получилось, как получилось. Бетца также взяли себе Ninja Pijamas. Что ж, хороший персонаж. Я рада, что он заходит в мету. Прям скучать по нему начинаешь, когда он пропадает. И третья позиция для этой карты, скорее всего. Ну, он может и четверка оказаться, то есть, это все далеко, неважно. И в идеале, я думаю, что если это будет на одной линии все происходить, то Бетрайдер и ЦК, ну, они плохо будут уживаться. Бетрайдер любит либо соло линии, либо с каким-нибудь ненавязчивым саппортом на мотиве, допустим, Никса. То есть, я подозреваю, что здесь ЦК все-таки будет для первой-второй позиции рассматриваться, а Бетрайдер пойдет на третью. Ну, просто потому, что на четверке ему тут будет несколько неудобно с ЦК стоять конкретно. Был бы там Тайд, допустим, ладно, его можно побирать периодически. Да и вообще как-то его не трогать особо. Но ЦК... Хотя вдвоем они могут очень сильно своих противников замучить. Все-таки Сики Напалм замедление, там одного Чаос Болота и Критов будет достаточно для того, чтобы как-то... Ну, хотя бы если не убить противников, то сильно их похарасить. Фейслис Войт появляется, и причем это Фейслис Войт, кстати, может оказаться и на третью позицию. Вега Сквадрон уже так играла, Брю на четверке, Киперовдулайт на пятерке. Абсолютно невыгодное решение, на мой взгляд, относительно Котла, но все-таки лучше, чем ничего. Фейслис Войт, он слишком... Слишком ответственный на первой позиции, все-таки ему там нужно наносить урон. Как правило, в Купол урона может не хватать из-за того, что он на первой находится. И тогда придется как-то ему либо оверфармить, либо проигрывать игру. Но здесь на самом деле пока какая-то странная получается ситуация. Есть два персонажа, Купола... Ну, по сути, уже видела не раз сочетание Котла с Войтом. Урон в Купол было очень мало. Все-таки пока ты зарядишь одну волну, уже пройдет тысяча лет. То есть, по сути, больше одной волны ты не зарядишь Купол и так. Сочетание Купола с Виллоу Виспом не всегда получалось удачным. То есть, там может позиция Котла решить ситуацию в негативную сторону для Вегас Квадрон. Потому что ФСС Войт просто Куполом все перекроет. И Котел не успеет поставить хороший Виллоу Висп сразу после ультимейта. Хотя вот под ультимейт Котла можно попробовать поставить хороший Купол. Луна есть для Нинжин Пижамас. Это все-таки третья позиция ЦК. Ну или вторая? Ждем продолжения. Пока такой хороший быстрый фарм. Заявка на пуш есть. Такой более стабильный вариант по сравнению с Аркварденом, на мой взгляд. Посильнее на начальной стадии игры. Вот мне не нравится, если это будет Никс Луна. Я все-таки надеюсь на то, что Никс с бетом пойдут на харду. ЦК будет медовый тогда, и Луна будет при другом саппорте. Хотя, по сути, через подкоп можно очень сильно прохарасить противника. Но убивать хотелось бы больше с каким-то... Ну, наверное, шаманом. Причем шаман будет очень хорошо себя чувствовать под пассивкой Луны. У него один из самых больших уронов с руки среди интовеков. Там 70 с чем-то, не помню точную цифру. Он очень сильно бьет с руки. У него хороший урон с первого уровня Эзершлока. Там у него плюс сетка и все прочее, что прилагается к этому. Ну, и благодаря пассивке Луны он будет получать дополнительный интеллект. И, соответственно, у него будет еще больше урона с руки. Только благодаря пассивке, просто потому что рядом находится. Я думаю, что там урона за 80 будет. Но Никс тоже в этом отношении хорош. На линии его трудно прохарасить, трудно побить против Котла и Брюмастера. Не знаю, сможет ли он их как следует погонять, но он сможет, по крайней мере, сам не помирать против них по КД. Джакира, оказывается, это, скорее всего, будет линия Джакира, Войт или Джакира и другой кэри. Возможно, и медовый вариант, но пока не ясно. То есть, есть этот Джакира и никаких обязательств. Герой для пуша, крепкий саппорт. Вот как раз дэмэдж в купол появляется через Макропиру. Возможно, и хороший контроль, если я с пасами попадать. Я не знаю, за что бот банит каких-то персонажей. Это бот, который поставлен организаторами Дремлиги. Я ничего не могу с ним сделать. То есть, возможно, вы пишете какие-то слова, за которые Твич может забанить. Может, еще что-то в этом плане. Я не знаю, честно. Даже не спрашивайте. Я лично баню только людей, которые спамят и которые спойлерят счет. Остальное меня не интересует. Даззл на последний бан. То есть, они все-таки рассчитывают на Кора Джакира. Хотя Даззл Мид это тоже очень даже неплохой вариант. Не знаю, насколько это будет сочетаться с Войдом в куполе именно. Хватит ли у него Рэнджа с этим бороться. И хватит ли урона вообще. Но хотелось бы вариант, конечно, понадежнее. Да, хорошо, конечно, сделали с Магропирой. Но, может... Вот хотел сказать, может, ОД, но ОД уже забанен. Хотел сказать, может, Пак, но они Пака тоже забанили. И Кунгу тоже на Ласт Бан причем убрали. Хотя за ними был ближайший пик. Интересно, что они так решили сделать. Много, конечно, палок в колес сами себе поставляли. Не знаю, вот Войд без урона в купол. Это, на самом деле, очень редко, когда хороший Войд. Вот им бы, допустим, Мирану или Луну в Коры еще, чтобы добавить что-то к Войду. Но пока, по сути, Кор потенциала никакого нету. Помимо ФСС Войда есть. Да, хороший магический, возможно, прокастер из Джакира. Но, знаете, когда Вегас Куадрон была в своем еще СНГ-шном составе, не в европейском, они брали Магнуса. Нет, Магнуса я не помню. Вот Джакира на мид они как раз брали. И Джакира на керри даже ставили, помню. Получалось у них не очень, но было прикольно. Сейчас под Джакирой есть Магнус, под Джакирой есть Войд. То есть не куча магии под какую-то стяжку контроля и прочее, а именно одна магия и куча стяжек под эту магию. Не знаю, насколько это будет работать, если честно. Маловато, конечно, урона, маловато. Надеяться приходится, видимо, только на фарм Войда. Даже не просто надеяться, а молиться надо, чтобы они победили. Потому что здесь явно придется сторонним вмешательством заняться. Ну, видимо, это будет все-таки пятая позиция Джакира. Я не знаю просто, что с Джакирой делать, если он здесь единственный хороший магический урон внесет, помимо котла. Ну, котел он мало, мало, конечно, одной волны будет. Мадара забирай себе Войда. Неужели он в мид пойдет им стоять? Ну, скорее всего, на кэрри пойдет. Ему можно и в трипле постоять. ДМ, Пексу. Да, это саппорт Джакира. Магнус на хардлейн. И саппорт... Получается... Не знаю, не знаю. Я вообще не очень пока... Могу сказать, чем закончится такой вариант распика, но Нинджин Пижама занимает медовую позицию Хускаром, и это будет мучение. С Хускаром довольно трудно без бёрст урона, желательно магического. Хотя и физика бёрст тоже поможет, но здесь, по сути, нету ни физического, ни магического дэмэджа в таком количестве, чтобы перебить пассивку Хускара с его бешеным регеном на максимальном уровне прокачки. Просто бешеным. Здесь Хускар идеально смотрится от нипов, и я, если честно, душой, телом и ставкой была бы за Нинджин Пижамас сейчас. Ну, просто хорошее решение, действительно. Единственное, что может не хватить, это хорошего инициатора в файт, то есть там тот, кто был тайтхантером в прошлой катке, здесь уже стоит рассчитывать на Хускара, который уже не так крепок с изменением его пассивки. Хотя вот, опять же, стоит напомнить то, что бёрст урона, чтобы перебить реген, здесь не так уж и найдётся. То есть не факт, что его вообще придётся, получится перебить в куполе через магропиру на первых парах. Ну, будем ждать пока решения нипов, посмотрим, как они конкретно расставят свои линии, хотя я думаю, что конкретно с их распийками никакой тайны нет. Нет, здесь есть саппорт, здесь есть бэтрайдер, хотя, подождите-ка, 33-й взял опять себе ЦК. Да, то есть он, возможно, отправится в харду с бэтрайдером и Никс будет с луной. Хотя, может, и наоборот, там Никс отправится к 33-му и так далее. Сейчас посмотрим. Пока всё-таки отправляются втроём просто разобраться с вардами, возможно, что-то тут проставить. Один вард с собой уносит луна, второй вард находится у бэтрайдера. Да, он пока в смоках, может поставить вард где-то в более агрессивной позиции. Сейчас, я думаю, поставят так, чтобы подсвечивать топ-руну. Так и есть. И остальное время они потратят на перетяжку, на своей линии. Да, и в итоге мы видим то, что Никс уходит наверх, но и Сакс уходит наверх. Интересно, связано ли это с тем, что они в трипле будут стоять. Но я не думаю, что это трипла. Трипла с бэтрайдером плохая идея. Слишком маленький уровень у него будет. А тут, видимо, какая-то агрессия начинается от веги. Будут ли они давать бой? А чем им давать бой? Пока пританцовывает Джакира. Его танцы тоже не испугались, поэтому просто зажимаются Нипа под своим тавером поближе к руне. 20 секунд еще есть, поэтому торопиться некуда. Можно занять безопасную позицию. И они занимают ее по другую сторону хайграунда от веги. Так, Сакса увидел противников. Есть первый стик и напалм. И начинают подбивать. Он, судя по тапку, конечно, может здесь остаться и быть каким-то на мотив роумера, конечно. Но за его будущую экспу уже, мне кажется, стоит переживать. В любом случае, еще 12 секунд, 10 секунд телепорта. Оттуда уже можно будет посмотреть. Пексу страдает, еле-еле развернулся под Магропир и пытается ворочаться дальше. Уже с двух рук начинают набивать Саксу. Потерял большую часть хп, еще и Блондин Лайт есть. Но, кстати, все равно он первой тычкой попал после этого. Сейчас тоже попадает. Блондин Лайт закончился. Пексу пытается отдаться таверу, видимо, пойти. Но сейчас это уже не имеет значения. Он все равно погибнет. И золото достанется противникам. Это первая кровь для Саксы. Он отошел назад. Теперь он на эти деньги может позволить себе немного регена. И берет стику и фласку. А тут пока начинается противостояние Брюмастера все-таки против Кускара. Ну, видимо, из-за пивка решили поставить, чтобы критовать немного под этим пивком. Ну, а внизу пока 33-й в соло. И да, все-таки сюда возвращается Бэтрайдер. Это будет дабл-линия, которую мы предполагали. Посмотрим, насколько она будет реализовываться. Пока что Мадара здесь может пострадать. У него есть, конечно, таймволк. Но придется слишком много времени уделять именно тому, чтобы уклоняться от стики Напалмы или таймволком. Устанавливать себе ХП. Тем более, что это вещь с довольно большим кулдауном на начальных уровнях. И не всегда получится так сделать. Ну, пока Луна получает немного по голове. Никс под копчик есть. Но у Эйса еще нету. Бима, чтобы что-то сверху накинуть. Хотя Бим довольно дорого стоит относительно ее монопула. Поэтому не факт, что вообще бы стал бить в такой ситуации. Ну, пассивочка вкачана. Видимо, то, что ловкость усилена на 6. Здесь у ППД тоже была там усилена его интеллектуальная составляющая. 54 урона с руки. Не так много, но он держится молодцом. Реген ХП у него огромный. Поэтому он спокойно ходит за спинами своих противников и держит свою позицию. Мадара минус половина ХП. 4 стака стики Напалмы получил. И вот опять. То есть он перемещается на таймволке. Теперь 20 секунд он будет слишком сильно страдать. А стики Напалмы никуда не девается. Да, стика заряжается, конечно. Но все равно. Крипы, они умирают без него пока. Пексу добивает что-то, что не может добить его симпай. Который пока стоит под тавером. Брюмастер 3 уровень. Фатта. Ну, Фатта здесь пока качается. То есть он даже Берсеркер Сколу не уделил слишком много внимания. Понимая, что не набьет его так сильно Брю, чтобы понадобился такой большой реген. А здесь даже подавили и получилось забрать саппорта. И Мадара теперь испытывает еще больше проблем. Горят его крипы синим пламенем. И по таврам он окажется вскоре наедине с крипами. Мадара минус половина ХП. Таймволк. Теперь есть 23 секунды, чтобы за ним подавить. Они это понимают. Есть стяжка. Но реалити риф здесь не помогает. Был бы старый реалити риф с минус армором. То тут, конечно, настучал бы еще и Бэтрайдер сверху по стике Напалмом. Но пока 33 закрылся. Это был слишком агрессивный мув, который, видимо, будет стоить ему жизни. Хотя пока отпивается, и Мадара не может ничего с этим сделать. Только сейчас сбивает ему фласку. Но уже, наверное, поздновато. Все-таки 4 армора пробить не так просто. Есть и Кенапалм. Есть стан по Мадаре. Мадара у него только 20 секунд. Теперь уже ездил до Даймволка. Он в следующий раз нескоро до 33 доберется. И все остаются живы. И Сакс, видимо, своей флаской поделился. Шикарная работа. Просто максимум времени отняли у этого Войда. А тут опять, видимо, дайвит за Никсом. Ну, кстати, Никс чуть было не погиб. Но я думаю, что сейчас поест и оправится. Потерпеть полторы минуты он сможет до Шрайна. И еще один фраг. В этот раз погибает Бэтрайдер внизу. Интересно. Он, видимо, пытался отдать Ставеру, но что-то пошло не так. Не знаю, что. Все-таки пропустил этот момент. Надо посмотреть. Может, мало просто времени прошло с тех пор, как Сакс урон от него получил. Ну, видимо, так. Потому что, судя по файд-рекапу, никакого урона он не получил от него вообще перед смертью. Или, может, там... Просто я даже не заметила, достались ли деньги. Может, он там просто с руки постучал. Ну, ладно, в общем. Пропустили и пропустили. Думаю, что в следующий часик уже заметил, что там случилось, и сам расскажет. Иннерфаер качает Хускар. Очень агрессивно. И у него, получается, скилл билд. Очень интересно. Вступили. Еще иннерфаер, да. Он просто пытается не дать Брюмастеру подойти и получать экспу. И действительно, он проигрывает некоторое количество. Примерно треть уровня. И вынужден зажиматься. Под тавером иногда. Ну, все-таки, такие стрелы он пережить может далеко не всегда. Мадару стянули. Мадару стики напал. Он поддерживает. А как много урона он получает? Айтаймволк-то нет. Он сейчас просто погибнет. Правда, Саксо пойдет в размен, потому что потерял слишком много хп. Горит Мадаро. Последний удар остается. Мадару нужно добивать. Он бьет фласку и получается ему выжить. Господи, Саксо умер ни за что. И, видимо, 33-я здесь тоже может еще побиться. Секунду стана. Мадаро не впечатлен. Стики у ЦК закончились уже. Опа. Как-то слишком агрессивно, мне кажется. Он, видимо, рассчитывал на поддержку от Бэтрайдера. А Бэтрайдер руны пошел пытаться забирать. Но не получилось ничего из этого. Все отобрали. Клятые противники. А Вега все четыре? Нет, Вега три руны из четырех забрала. Хороший результат все равно. То есть свою экономику они немного укрепили. Также все можно сказать, что хорошо у первой и второй позиции. НИПов все немного не очень у ЦК складывается. Но в целом у них есть очень хороший кэри, очень хороший сэмми-кэри. Поэтому, по сути, здесь может быть полезен ЦК и просто своими способностями. Без того, что он вынес, допустим, на прошлой игре. Тем более, что мы помним, там был армлет, два братья и барабаны. Это было уже 2200 хп с выключенным армлетом. То есть переживать за него не придется. Он все равно вывозит просто на своих статах. Ну, пока отстает, видим, по крипам Мадара, но не существенно. Но все равно для Войда, чтобы выигрывать без хорошего урона в купол, нужно не просто фармить, а оверфармить. Но, по сути, не куполом единым. Здесь еще и Магнус будет с РП. Так что много контроля. А демедж придет. А это приходящее. Пока подфармливает немного. Maybe next time. Все забрал, кроме одного крипа, недобитого. И Войд будет планировать Мом. Возможно, после Мома Мэлл Штром. Ну, просто, чтобы больше урона вносить в секунду. Именно в тот контроль, который ему дадут. По сути, ему появляться в файте тет-а-тет с противниками не обязательно. Ему не обязательно подставлять свое лицо. Он может появляться только, когда ставится купол и только, когда ставится РП. То есть, тогда, когда все остальные не могут двигаться, теоретически и бить его. Поэтому собирать более агрессивные артефакты. И обеспечивать команду демеджем. Иннерфайр есть. Пексу подгорает. Фата. У него только второй уровень Берсеркер Скол. Но, на самом деле, это была ошибка. И, возможно, сейчас его должны забирать. Пексу, он, скорее всего, сожжет вместе с собой. А Саксы пытался гоняться за мэби next time. Не так много стаков стики Напалмы есть. Скорее всего, ему либо придется выбираться через окольные пути. Через хайграунду. И получилось. Просто от него отстали, как только закончилась форма УДМа. Но своего они добились. Хускара забрали. Немного остудили его пыл. И, судя по файтрекапу, заработали с него немного золота. Но, видимо, все равно на первом месте по нетурусу находится. Причем, даже луна от него прилично встает. Хотя, там, разница по крипам была несущественная. Но Хускара обладатель счастливой фрага. Возможно, поэтому все это было. Хотя, по-моему, Джакира погиб после того, как он умер. Поэтому XP он все равно не получил. Кстати, по XP, наверное, стоит посмотреть, что изменилось. Да, и ничего не изменилось. Все так же перефармливают на третьем уровне. То есть, возможно, был разрыв больше. Но вот этот вот файт принес какое-то удовлетворение Брюмастеру. Но шестой уровень есть. Это самое главное. Остальное уже потом как-нибудь решится. Есть форма. С формой можно попробовать погангать под другим линиям. По сути, Брюмастер там может и потом себе позволить пофармить. Видим то, что он собирает фейзы и уже на скорости будет гоняться. Есть хорошо себя чувствует в фарме прямо перед двумя противниками. Причем у него здесь вообще никакой помощи не было. Прожимает ультимейт. Отличный подкоп от ППД. Помогает практически забрать Магнуса. Он уходит удачно, подставив крипов за место себя. Файт. Ну, с Кивером он спас себе жизнь, по сути. Правда, погибает от Фата, который его встретил. С другой стороны, как он во время суда подошел. Ну, видимо, поэтому и не стали за ним гоняться. А вот предпочитали место этого котла потрогать. У него еще есть телепорт. Блондин Лайн там попытался откинуться. Но я думаю, что очевидно, что уходить отсюда он не должен. И последним бимом, если его отбивают. Все-таки один фраг достался. Но было красиво, действительно красиво. То есть он давил до последнего, рассчитывая, что именно секунду в секунду сейчас появится Никс. И так и получилось. Подкоп был отличный. Но то, что крипы загрелись за ним и пошли куда-то вот сюда, это испортило картину. Так, возможно, с ультимейта просто бы забрали двоих и все. А там лучик или два ушли в крипов. Седьмой уровень у Фастис Войда. И Монта Стайл собирает. Вот Монта Стайл, господи. Маску в Манус. Не знаю, почему я подумал о Монте. Не спрашивайте. Котел, как обычно, тронфилы, ничего особенного. Ну и начинается такая более АФК фарм стадия. ЦК хочет немного себе вынести хотя бы барабаны или армлет. Не знаю, что он в этот раз впервые предпочтет. Бэтрайдеру желательно бы тоже денег хотя бы там на один слот. И причем он хочет себе травела собирать. Хотя вот четвертой позиции Бэтрайдера они очень часто так делают. Сакса. Подловили. Тут еще и отличный эспас получился, поэтому выброса у него нет шансов. Кизу горит, а Кизу не сгорел бы. Если бы еще пару тычек бы дал, то тут даже одной тычки было бы достаточно. Он бы его забрал. Но он не стал этого делать и в итоге остается. А все-таки опять встречать Магнус Фату. Да. Второй раз подряд уже такая ситуация происходит. Мне кажется, уже Магнус проклинает этот выход через руну на свою половину карты. И больше сюда ходить не будет. Книжки появляются. Никс Ассасин покупает себе книгу на Вендетту. Хотя Вендетту он и так получит, но седьмой левел уже будет с книжкой. Армлет покупает на 11-й минуте Хускар. Ну опять же, два брайсера, армлеты, это будет много хп. С включенным армлетом. 1800. Не так, конечно, кошерно, как это было у ЦК, но у него и барабанов нет. С барабаном, я думаю, тоже там около 2000 уже можно было бы придумать. Никс шестой уровень взял. Вендетта есть. Будет ли реализация сейчас? Ну, по сути, торопиться некуда. Луна, даже, кстати, без глоевов решила фармить леса. Но пока это получается хорошо. Глоевы появятся, я думаю, на восьмом уровне. Фатвинд это прожал. Здесь есть Вижен. Здесь есть вражеский Сентри. Да, я думаю, что сейчас он понял, что он там есть, благодаря перебитому ворду. Поэтому пойдет просто под Тавр. Но под Тавром тоже хорошо территория просматривается. Придется как-то лесами, полями, через Туман войны рассчитывать исключительно так. Он, видимо, понимает, что его видит. Но я думаю, что это очевидно, что если Сентри Вард стоит так, что перебил Вард, который находился здесь, то Вижен должен был его трогать. Он просто на крипа потратил Вендетту. Видимо, она кончалась. Я не посмотрела на таймер. Но решил пофармить. Пауэр трэдс появляется у ЦК. Еще плюс статы. Кизу. РП не вкачал на шестом, что интересно. Возможно, без блинка рассчитывают РП не давать, поэтому не торопят события. Тысяча золота есть. Еще тысяча с небольшим нужна. И Кускар десятого уровня. Сейчас может просто нападать. С двух сторон могут его прижать. Кизу тем более не имеет РП. И я не знаю, подозревать ли об этом не был или нет. Есть зато купол. Фату немного подамажили. Регенд есть. Пока что перебивать пытаются. Это получается сделать. Погибает Кускар. И Саксу тоже можно забрать. Слишком много героев в одном месте. Погибает только Магнус у противников. И здесь Нипы немного подставились, конечно. Но при этом все равно 2000 преимущества они заработали до этого момента. Мадар сейчас отыграл явно. Много денег двумя убийствами. Да, 600 золота. Там уже, я думаю, перчатка есть. Неужели Медас будет делать? Ну, не факт. Может, он просто себе ПТ покупает. То есть, пока не ясно, что он будет делать дальше. Да, это просто ПТ пролетели. Посмотрим, что он задумает фармить дальше чуть позже. Пока дефует Тавер Силы Света. Не получилось забрать у ЦК с Фантазмом. Что неприятно. Потратил он ультиметры где-то Тавер, а суда остановились все. Но не слишком долго, конечно. На миде развлекали Хускар и Саксо своих оппонентов. Не получилось. Но есть до сих пор Лассо. Есть просто сам по себе Хускар. Не знаю, видимо, да. Без БКБшки ему соваться не стоит. Это БКБшка здесь решит почти все проблемы. Физическим дэмэджем обладать будет только Фестлес Войт и то под Магнусом. Кстати, да. Стоит обратить внимание на то, что сочетание Войда и Магнуса. Это постоянное Эмпауэр на Мадаре. Много фарма. Большой темп фарма. И даже, кстати, вот хороший дэмэдж в самой РП может быть. Курьер Силсфета погиб, но в нем ничего не было, поэтому это не так важно. Неприятно, конечно, но терпимо. Гораздо неприятнее, когда он погибает в самом начале игры. Кизу. Отползает. Тайм делейшн есть. И, наверное, слишком нагло пошел все-таки. РП-РП. Это хорошо, но маловато будет одного РП без купола. Вкачал на седьмом уровне. Видимо, научен горьким опытом прошлого своего. Выхода на мид. ЦК девятый уровень. У него корона. У него будет... Барабан. Десятый уровень появляется. Плюс 15 корона взял Дрюшка. И Владимир делает. Ну, ничего такого особенного пока нет. Наверное, по всем предметам стоит пройтись. Здесь Манта Стайл. Здесь Брюмастер. Мы уже посмотрели на него. Тут, очевидно, Блинг. Фурстаф и Джакира. Ну, ничего не собирает. Он как пятая позиция. Пока дойдет до чего-нибудь, уже будет много времени на карте. Луна собирает себе также Яшу. Думаю, что просто продолжит фармить с Яшей. Это может быть и Драгонлендс. Это может быть и БКБ. Может быть и Мом. Все что угодно. Ну, хотя я думаю, что если бы это был... А, Мом уже есть. Прошу прощения. Возможно, просто сразу там Манта будет. Мадара. Попытались отбить его от руны. Кстати, это получилось сделать. Нипа ее здесь забирает. Но Фату закрыли. И Фату опять перебивают. Все-таки хватает урона с Макропиры, чтобы перебить Реген Кускара, несмотря на замакшенный Берсерк из Блад. Так что я здесь ошибалась. Факса. Погибает. И это минус 2. Опять даблкил для Мадара. Уже 4 фрага подряд, по сути, отдают Мадаре. И это дает ему опять, я думаю, около 6 за золото. Ну, в этот раз, да. 530. В прошлый раз было чуть-чуть больше. Но деньги появляются. Мы видим то, что первое место по фарму Войт занимает. И обгоняет уже очень существенно своего оппонента. Луну. Луна пока рунки разбирает. Деньги нужны команде, конечно. Здесь Луна, наверное, очевидно, не дофармливает. Она должна была гораздо быстрее получать предметы, чтобы идти драться. Но вот также проблема двух глобальных контролей остается. Если Магропира будет постелена удачно, то Луна будет рассыпаться еще быстрее, чем Хускарбе с БКБ. И она решила поторопиться с БКБ. Это и плюс, и минус. По сути, мы уже говорили о том, что Нипы могут попытаться закончить игру быстро. Учитывая то, что Луна не так много требует, чтобы иметь много дэмэджа. То же самое можно сказать и про ЦК. И поэтому, наверное, БКБшки здесь стоит первыми слотами собирать. Чем занимается Луна. Хускарб пока делает Алибарду. Видимо, хочет затыкать Фестлес Войда. А по сути, больше некого. То есть, он цель номер один. Тем более, что Войт с БКБшкой тоже еще не скоро появится. Амулет уже дофармился почти. Опять Мобиникстайм погибает. В этот раз Эйсу фраг дали. Ну, вот лишняя подкормка. Теперь, кстати, расстояние почти сократилось. По сути, Луна фармит так же быстро, как и Войт с Эмпауэром. Даже, наверное, Эмпауэр будет немного послабее. Просто потому, что не всегда будет возможность его вешать. То есть, 24 на 7 он висеть не будет. Вот, допустим, секунды сейчас идут без Эмпауэра. И да, только сейчас ему дал Магнус. Хотя там Луна тоже, она все-таки не без прерыва фармит. Временное перемещение тратит. Сакса попался. Все, есть Лассо, чтобы не дали запереть сразу. У Мадары сейчас все-таки отняли лишнее время. Нападает на него Фата, начинает поджигать. Есть от него Таймволк. Но три стакостики Напалмы, куча огненных стрел. Сакса просто так, чисто для замедления это все докидывает. И подкопал его. Никс напоследок, чтобы Блеса не ушел. Хотя такое ощущение, что он фраг хотел просто застилить. Но в любом случае он достался даже не Хускару. Погибает при этом Джакира. И без Джакира, кстати, бояться просто нечего. Урона может не быть ни в РП, ни в Куполе. Но Купол появится явно раньше, чем Мэйби. Подкоп и минус третий. Вот от Мэйби пока импакта вообще никакого не было видно. То есть он ультимейты свои яркие не показывал. Я вообще, если честно, не видел его ультимейтов. Но не буду утверждать. Я могла просто пропустить. Не было каких-то хороших сочетаний через РП и Купол. Хотя сочетаний вообще не было. То есть было однажды РП, был однажды Купол и все. Ну да ладно, уже появляется Войт. Есть Магнус по-прежнему в живых. Поэтому дать бой можно, если нужно. Но не пушат почти ничего здесь. Нипы они оставили в живых. Даже Тайдин-вышку, которая здесь стоит. Но она была совсем фуловая. Возможно, просто испугались это делать без Луны. Она фармом занималась. Пятнадцатый уровень у нее скоро будет. И БКБшка. Да, вижу спейлераста. Баня, спейлераста. Нипы идут на Т2-вышку. Вот так вот они решили агрессивно поступить. Причем по двум линиям вышка пушится. И Вега все-таки отдефила мид. Решила скучковаться здесь. Это будет ошибкой. Не то чтобы ошибкой, но потеря Т2-вышки. Да, конечно, неприятно. Но, возможно, они в спину попытаются противникам зайти. Но все это уже спали на 33-м. 33-й очень быстро погибать должен. Его пока что задерживает. ППД у противников. Но есть отличный ультимейт сейчас уже от Мэби Некстайма. И 33-го должны были точно забирать. Он попытался выбраться через тяжку. Не получилось это сделать. Он погибает под куполом Фата. Также здесь есть опять хорошая магропира именно под Фату. Фата выбирается оттуда через ультимейт по Крепу. И да, пока регенится. Пока держится. Пока еще живет. Но по-прежнему не получается его забрать. Попытаются его догнать. Еще есть. Айс-пас. Айс-пас. Айс-пас мы подловили. И теперь он точно погибнет. Это минус 2 хора. ППД держится здесь, конечно, на мужика. Но это ненадолго. Это опять лишние фраги для Войда. Это опять какие-то провалы от НИПов. И причем видно то, что несмотря на вот эти все поражения в файтах, уже который раз подряд они забирают кучу игроков НИПы. и не забирает никого со странной веги. И 4000. Кибер оф дулайт. Мадара. Саксо попытался прощекать, что там по руне, но явно не хотел закуситься с Фесси Свойдом. У него 15 уровень. Скоро уже взял себе дополнительный урон. И дальше, скорее всего. Хотя, кстати, не факт, что он будет брать урон в таймлоке. Но посмотрим. Вообще стоило бы. Потому что сейчас он собирается больше в защиту. Вот этой БКБшкой. И по урону может просаживаться. И лишним НИПом не будет. ДМ. Закрыли. Забрать не успели его до конца. Лассо. Но это не важно, потому что форму он тратил в последнем файте. 11 тысяч золота уже есть у Луны. Не так сильно она перефармливает Лойда. Но мы уже видели, что фармливают они более-менее одинаково по скорости. Забирается Аегис Фатой. Все-таки получилось с них забрать все плюшки с Рошана. И Кизу даже сейчас здесь погибнет. Но под РП сейчас легло не очень хорошо, конечно. Не хватило просто контроля. Вот заметно то, что одного РП не хватает. Нужно РП плюс купол использовать, чтобы их забрать. Но Фата опять сильно подгорел. Есть у него теперь возможность прогениться с Армлета и с прочего. Аегис также есть, поэтому так просто погибнуть будет не страшно. Мадара пока отпушивает линию. У него все равно нету купола. Помочь он не может прямо сейчас. А ТПшка есть. Поэтому как только все откатится и будет шанс подраться, можно что-то придумать. Но резается Брюмастер. У него будет его ультимейт. Только через 12 секунд будет Магнус. На ТВ вышку явно не пойдут. Ну что, все, на этом отойдут. Уходят Т2 вышки и... Мадара, но он там абсолютно ничего не сделал. Он пропушил немного, но сам Тавр даже не побил особо. Тридцать третий уровень. Вот, господи, тридцать третий, тринадцатого уровня. У него будет Армлет. Ну, запоздал и сейчас он принимает такие решения. Хотя, по сути, у него в прошлый раз тоже Армлет только после барабанов начал появляться. И это опять будет 2700 хп. Ага, он отказывается просто от этой мысли и берет Тараску. Возможно, рассчитывает на больше. Ой, и Мадара ДД берет. ППД все это дело видел. Но видеть мало. Надо еще что-то с этим делать. Вся команда идет за Мадарой. Всю позицию вообще прочекал Никс. Но у него сейчас заканчивается Виндетта. Надо отходить. Отсходит назад. Успел уйти на хайграунд до того, как рассеялся его инвиз. Там еще был чек от кого? От сил света? Да, от сил света. Полетел с акса чекать спину противников. Никого здесь не нашел. Возможно, хотел выцепить и притянуть к себе. Но ничего не вышло. Т2-вышка, видимо, будет просто без боя отдаваться. Команды НИП. Ну, вообще против дабл дэмэджа и... Да, все-таки это именно таймволк. Мадара на него нападает. Хороший ультимейт получился в этот раз от котла. АППД взгорает просто синим пламенем. И получается все не так-то просто. Он успел свою БКБшку прожать. Но все равно он погибает, потеряв и БКБ тоже. Это 65 секунд без луны. Она успела прожать ультимейт. Но это ничего не дало. 33-й пока что на пол хп пытается убежать отсюда. Его догоняет Мадара. Есть ультимейт. Фантазма попытается побороться с Мадарой. Не так много хп у него отнял. Уже погибли все иллюзии. 33-й погибнет, видимо, не успев никого забрать с собой. Мадара до сих пор живой. Мадара до сих пор держится. Он уходит отсюда на таймволке. Кизу начинает цеплять минус половина хп. ТП аута. Сбить нечем. Поэтому просто проходит мимо него. Довольно флегматично. И это 2 на 2 размин. Причем здесь потеряно 2 саппорта. А здесь 2 корт персонажа. Неприятно. Очень неприятный опять файт от нипов. То есть это уже... Ну, наверное, файт пятый подряд, который они проигрывают. Но при этом преимущество по золоту никуда не девается. Почему так? Не очень ясно. Но, скорее всего, причина в нефармящих героях. Здесь фармят один файт. И остальным это, по сути, не так нужно. Ну, вот полуфармящий брюмастер. Остальные просто на позиции каких-то овощных саппортов. Деньги не так сильно зарабатывают. Видим то, что разница между Нетворсом, брюмастера и Кизу почти в 2 раза существует. Возможно, дело только в этом. То есть если бы остальные герои больше ударялись в фарм, но они тем самым мешали бы Мадаре сильно, то Нетворс был бы побольше. А здесь фармят и Луна, и ЦК, и Хускар пытаются это делать. Но Хускара, кстати, надо бы все-таки придумать что-то сделать с его Аегисом. Он есть, но его явно надо реализовывать. Пока есть Аегис, они могут иметь хотя бы призрачное преимущество в файте. Но в этот раз такое ощущение, что просто Хускара максимально звонили и не давали ему и самому особо драться в файте. И его не трогали, не пытались убивать. Да, зафокусили Луну просто со всех сторон, причем она потратила 9-секундное БКБ. А здесь Жакир уже потрачен. Ну, хороший фраг, опять Эйс вот такие минорные фраги забирает. Кстати, это была его первая смерть в файте, но вот мораль для него выходить в файте не стоит. Пускай будут все-таки команды драться без него пока что. Будет бабочка, после бабочки, возможно, стоит еще какие-то стады собрать. Ну, на мотив скади, например. И после этого уже можно будет не сильно переживать за свою жизнь. Эйс. Решил все-таки Мадаре напоследок рассказать пару ласковых. Но Эйс оборачивается, как же быстро он пробивает Мадара. Эйса, господи, это было слишком больно. Тут, наверное, силы РП не понадобилось уже совсем. Выбивает Аеги. Второй раз фату, наверное, забирать уже не смогут. Есть баш. Есть РП. Отлично, еще ультимейт от котла опять прилетел. И опять видим то, что по дэмпаверу много урона Мадара успевает вынать. Погибает ПП Диф, а то тоже можно забрать. Его по-прежнему пытаются держать. Он пытается прыгнуть на мэббинекс тайм, но только потерял лишние хитпоинты. Минус три. Вот здесь, на самом деле, у Нипы чем дальше, тем больше проблем. Нип явно показывают несостоятельность свою. Но вот я не могу понять, почему так долго переворачивается уровень графиков. То есть мы видим, туда-сюда оно покачивается. Каждый раз, когда мы видим вот эту кочку вверх, это каждый раз, когда Нипы побеждали в файте, забрав там два-три персонажа из скорпозиции. Да, там саппорты периодически попадаются, но саппорты это не дело. Пушить они смогут тоже довольно быстро, я думаю, с Мандарой под Эмпауэром. Ну, у него просто много урона с руки. Мы видим то, что у него нет предметов на урон вообще, не считая Момо, допустим. Ну, там, какие-то уроны, какой-то урон со статов у ФСС Войда с Монты будет. Но вот так вот у него по-хорошему 300 урона Эмпауэр плюс его чисто какие-то способности. И плюс там дополнительный урон с таймлока же есть, какой-никакой. Да, он не качал дополнительный урон на 15 уровне, но сам по себе урон есть. Ну, 40, да, конечно, мелочь, но учитывая его атак спид, это далеко не так плохо. Первый погибает Брюмастер, но его уже не жалко. Они забрали Т3-вышку, сделали это на 26-й минуте довольно рано. И если Луна не начала оправдывать свои позиции сейчас, то остается надеяться на нее только в глубоком лейте. То есть сейчас у нее будет бабочка, после этого еще желательно собрать 1-2 слота. Там, да, собрать из Яши манту, допустим, и сделать себе скади. И после этого уже начинать драться. Но у нее уже очень короткое БКБ к тому моменту будет. Сейчас это 8 секунд, потом это будет еще меньше. И да, и для себя без БКБ контроля хватает, но не хватает еще и котла во всю общую тусовку, чтобы совсем уже ничего не получилось сделать. Так, я вижу тут опять счет спойлерит. Попытаюсь разобраться. Так, ну это бан. Ну это бан, ну это бан. Все. Про сантиметры писать можно, а про счет не стоит. Что ж, все-таки преимущество упало. Только до нуля. Вот столько выигранных файтов, и преимущество только до нуля выграно. Как же трудно загнобить фарму Луны. И она по-прежнему остается с не очень большим отрывом на второй позиции. Манту собирает себе. И одновременно с этим МКБ появляется у Войда. То есть он предвосхитил появление бабочки. Возможно, от нее и стоит отказаться тогда, потому что толку будет не так много в куполе от этой бабочки. Да, там, конечно, процент того, что мисс задолжится, но и миссы не такого большого процента, чтобы рассчитывать на них сильно. Сакс отсюда отходит, на то подпушивает линию там. Последняя внешняя вышка остается у Нипов. И эта вышка сейчас, наверное, будет забираться без боя. Пока Луна пытается фармить и одновременно отпушивать линию внизу. Аккуратненько очень это делает. Видно всех противников на Барде, который поставлен в лесу у Нипов. Но он должен просвечивать вот эту вот гапшу, которая здесь прошлась. Так что я думаю, что Эйс не особо боялся. Так, увидел то, что там все равно наверху люди трутся. Стак и... Хотя нет, он просто прошелся по крипам. Непонятно, я думала, что он хотел зафармить эту пачку крипов. Но он решил просто отойти на линию, по крипту кипить немного. И после этого переходить в лес. Надо прятаться и делать лепорт, наверное. Да, прожимается монта. Остаются здесь иллюзии. Буду заходить на Т3 вышку, которую надо бы отпушить. Вторая иллюзия остается. Как быстро, кстати, Тавр падает. Посмотрите-ка, иллюзию отводят тоже. Видимо, рассчитывают на Амиде тоже побить. Как же две вышки одновременно пушатся? Вот это очень хорошо сейчас придумал... Эйс. Вроде как урона немного, но все-таки если так зайти еще пару раз, то по сути Тавров не останется. То есть где-то четверть ХП здесь успела сняться. И... Ну, это было сделано, по сути, параллельно с фармом. Деньги при этом Эйс не терял, время не терял. Его команда занималась абсолютно своими делами. БКБшка. Кизу. Линза. Давайте вообще по предметам пройдемся, и по талантам особенно, пока тут затишье перед бурей небольшое. Ждут Рошана, халдят. Дополнительный таймер еще минуту будет действовать. Шок в Вейв. И Блинк с Салатаром есть, кстати. Салатар сейчас может помочь ему подцепить кого-нибудь. Но ППД все видит. Видит Мадару, не видит Кизу. Но если сейчас Кизу заберется подальше, то это будет проблемеса. Потому что там уже все в центрах. Вата все-таки забирает саппорта команды. А это очень хорошо, потому что Пексу был главным замедж-дилером в купол и в РП. ППД тоже может погибнуть, но за благое дело. 35 секунд. Надо этим пользоваться. Наверное, лучшего момента для файта, чем сейчас, не будет. Он 33-го забирает. Как же много урона уже от одного Мадара. Уже и не нужен этот ультимейт от Тексу. Просто можно и так все забирать. Да, БКБшка у 33-го появилась. Решил закупить байбека из-за этого. А возможно и не из-за этого. Хотя, по сути, любая деталь, какую бы он ни купил, она его без байбека и оставила. 38 секунд. Они явно уже Рошана забирать не будут. Хотя, не факт, что сейчас будет вега его чекать. Это единственное, на что они могут надеяться. Если будет у противников Айегис и Сыр. Я думаю, что забрать их будет почти нереально. Тут просто слишком много войд может выдать. У него и Аджорс Мома есть. У него и Хилл с Таймволка. Если еще и Айега будет. Ну, как это пробивать? И еще дополнительный урон будет Критов. Ну, вы видели то, что он уже выдает довольно много. И это действительно благодаря Магнусу получился существитель. То есть, я изначально не обратила на это внимания. Но да. Эмпауэр помогает ему фармить очень быстро. Поэтому слоты нужны появляются. И для 31-й минуты он просто сказочно богат. 20 тысяч на торс. Это не хухры-мухры все-таки. Луна делает скади. У нее почти оно есть. Тоже закупается без байбэка. Вероятно, рассчитывая на то, что когда байбэк будет, то от него толку будет мало. Скорее всего, не будет ни БКБшки, не будет ни ультимейта, ни друзей, чтобы с ними разделить и учесть. Хотя, возможно, просто слишком сильно нуждается в предметах и без этих слотов рассчитывает, что файт не выиграет. 700 золота еще на байбэк не хватает все равно. Есть деньги на скади. И скади собирается сразу. Решили не ждать. Ну да, сейчас файт, вероятно, будет с скади, если успеет довести курьер. Но пока прячется немного луна. В засаде сидит, ждет, когда сюда выйдет кто-нибудь из персонажей. Видимо. Да, Мадара показывается. Купол он не поставил, но потратил свою БКБшку. Поэтому, возможно, если прожать удачный ультимейт, получится что-то сделать. Но погибает фата. Фата без байбэка. Отключить. ППД. Очень на тоненького попадался на Синтри Варде. На свой обсервер пошел. И по-прежнему не рискует зайти... По-прежнему не рискует зайти на Рошана. ППД. Подкоп мимо. Тексу. Есть от него проказ. Вилувис поставился. Двоих заперли. Все это дело было даже без Маграфиры. Только сейчас она стелится. Сакса. Вытянул. Одного персонажа. Он уже втроем погибли. Ничего не успел сделать здесь. Эйс погибает без байбэка. Здесь скади только... Грузом лишним оказался. Господи, как же это плохо вышло все. Два персонажа погибли уже без байбэка. Байбэк уже прожимал. Хускар. А, луны просто нету. Да, это проигранный файт. Тристресс тоже погибнет. У него тоже байбэка нету. Два персонажа, у которых было что-то на этот счет, они уже успели прожать байбэк. Но что сделать на этой карте Никс и Бэтрайдер? Два саппорта. Они не смогут задефать базу, когда появятся уже сырые аеги сопротивников. 52 секунды до эйса. С 74 до... Так, попытались украсть, но ничего не получилось. Сакса, видимо, жизнь отдаст за эту попытку. Хотя делает на хайграунде телепорт и даже не получилось его спровозить. Да, там уже был скьюер потрачен. Ну что, Т2вышка. 30 секунд. На самом деле за 30 секунд они не успеют рон снести, но Т3вышку, я думаю, что поцарапают. 50 секунд до фаты. Фата просто абсолютно необычный какой-то здесь получается. Ну так его быстро пробивает, что ужас. Армора вообще не хватает. Магризиста вообще не хватает. БКБшка даже не помогает. Хотя он ее поражается. Вот БКБшка, мне кажется, у него уже давно, но поражал ее за последние несколько файтов. Он только один раз. Но не всегда получается, потому что контроля слишком много. А Т1вышку забрали. Все-таки Т3, прошу прощения. Бараки тоже будут забирать. И только сейчас ресница Луна. Они уже будут без двух сторон, вероятно. А что здесь Луна задефает в одиночку? БКБ у нее есть. Ультимейт есть. Есть два тиммейта. ППД, видимо, встал АФК. Но, судя по всему, дело будет идти к третьей карте. Весь чат в счете. Я вижу только в сантиметрах. Так. Вижу и парочку спейлерастов. Еще один спейлераст. Все. Почему звуков в ДТВ нет? А, вот, кстати, это да. Это дельное замечание. Прошу прощения. Все. Теперь будет. Так, тут пока заходят, правда. Ничего вообще в ответ не предпринимается от... НИПов пока. Они просто пассивно потеряли эти две стороны. Но и ГГ не пишут. По сути, они дефать мега-крипов могут. У них много для этого возможностей. Есть даже одной Луны на что-то хватит. Падает последняя. Т-3 вышка перетягивается сюда. Наконец-то Луна. Она отпушивала другую линию, которая уже была сломана. Фата опять попадается. Фата опять погибнет без байбека. Как же много урона он успел получить. Отступает пока что прожил БКБшку. Но слишком много всего было. Поставил купол Мадара просто для того, чтобы добить этого немощного мидера. Команды Пексу. Есть РП. Зацепили двоих. Саксы горит. Тридцать третий горит. Тридцать третий очень много урона получил. У Мадары нету сейчас БКБ. Поэтому, возможно, он погибнет от ультимейта. Но слишком далеко ушел Эйс. Он просто ультимейт потратил на другого персонажа. Хотя он просто разобрал двоих. Ультимейт был слишком долгий. Тридцать третий погибает. У него есть байбек. Он его нажимает. И Эйс теперь может подставиться. У него БКБшки нету. Урона с руки у Мадары много. Пытается отступить. Тут еще и поджигает его Радианса. Отходит назад. Мадара. Бим. Пробивать пытался. Прожимает Монтестайл, чтобы дрались за него иллюзии. Но с иллюзией урона явно не хватает. Тридцать третий погибает с байбека. И также еще и ППД подставился. Это ГГ. Что ж, 1-1. Вега дала достойный отпор. Несмотря на то, что я не верила в их пик изначально. Они действительно показывали на этой карте, по сути, свое преимущество. Наверное, минуты с десятой-пятнадцатой. Несмотря на то, что там преимущество по золоту появилось у них только на 30... Ну, на 30-ой, я думаю, минуте. 32-ой где-то. Они все равно выигрывали файт за файтом. И ничего не могла сделать команда НИП. Ни на 15-ой минуте, ни на 36-ой. И они проигрывают эту карту. Поздравляем команду Вега Скадрон. Это была хорошая победа. Достойная. По-своему. И поэтому все уходит на решающую третью карту. И там уже определится участник части венеров в этой групповой стадии. В лузерах можно проиграть еще один раз и попасть в сетку лузеров в плей-офф. Можно выиграть и выйти в Десайдерс матч. В любом случае, это все будет на уже не моей трансляции. Ну, а здесь пока будет решающая карта. Подождем минут 10 до следующего матча. И там мы уже все поймем. График вероятности победы, видим, тоже тут переобувался. Дай боже как. Хотя он очень сильно схож с графиком в Детверсе. Показывает примерно то же. Кто тут у нас батя по урону? Ну, я думаю, что Мадара должен быть безоговорочным победителем. Да, это 37 тысяч урона. И никто даже близко к этому не подошел. Много всего смог собрать. И урон у него с руки был просто ошеломляющий. Поэтому поздравляем команду Вега с победой. И они должны сейчас проявить максимум усилий для того, чтобы выйти в Денера.